всем привет дорогие друзья лига чемпионов 2021 подходит концу уже известны финалисты это будет английский финал манчестер сити челси потому что реал мадрид не смог ничего противопоставить челси сегодня мы об этом матче поговорим сразу по горячим следам после матча сразу же записывать для вас видос и принципе разберемся почему же все-таки реал не смог пройти в финал и были ли какие-то вообще шансы у реала сейчас мы пытаемся в это разобраться ну и пишите как вам в комментарии прямо сейчас напишите как вам такой финал челси манчестер сити или вы ожидали чего-то другого возможно там вы ожидали увидеть пассажа либо реал мадрид и справедливо ли это ребят что такой именно финал получился в этом сезоне все пишите в комментарии все читаю интересно ваше мнение перед началом как всегда не забудьте поставить лайк ребята ну и подписаться на канал если вы смотрите футбол ну и поехали разбираться начнем ребята с матча челси реал мадрид где реал в ответ на игре после счета дома 1 1 проиграл 2 0 давайте разберемся по составу сейчас вот челси реал мадрид все-таки кто сегодня играл в основном составе вышел азар который сегодня ребята играл кстати говоря вторым нападающим вместе с бензом а и у реала принципе была схема 3-4-3 где модридж был сегодня чуть выше ну и по составу ребят курту а рамос наконец-то вернулся милитау начо фернандес ну потому что барана нету карвахали нету пришлось зидану что-то новое придумать тем более нужно было забивать гол на выезде это было очень важно для реала ну и азар который играет конечно против своей бывшей команды очень важный для него матч где он не смог себя вообще никак проявить честно говоря за первый тайм даже не вспомню азар касался вообще мяча или нет что интересно сегодня справа играл денисио жуниор на непривычной для себя позиции да он конечно бывало смещался на свою родную но там играл мэнди и принципе конечно же было тяжело потому что у реала нету карвахаля не ставит все равно адриасолу нету нас справа даже вас киса который всегда закрывал эту бровку вот поэтому у реала здесь вот такие вот проблемы в этом ответном матче ну у челси ничего практически не поменялось по сравнению с первым матчем только вышел хаверц который сегодня как бы герой ну и анти герой матчей считаю а вообще сегодня и за эти два матча и за последний матч в челси супер герой я считаю это контеп потому что этот человек реально сегодня сделал очень многое для победы челси за первый тайм ребята в принципе если вы посмотрите чисто статистику то здесь реал мадрид даже выиграл во-первых выиграл владения да по ударам там равенство практически 5 4 пользу челси но челси даже если выходил в атаке то это было все равно опаснее чем у реала то выглядело все равно опаснее чем у реала и в принципе все моменты у реала были только в первом тайме и у кого они были ребята конечно у карима бензома потому что в реале больше ну не Некому, некому вообще забивать и хоть что-то создавать. Да, есть кому подавать снаряды, там Модрич, Кросс, центр поля всегда у Реала хороший. Но давайте придем к моментам, что же вообще было в этом первом тайме. В первом тайме первый же момент это гол с офсайда, который забил Вернер. И да, там офсайд был, слева фланга был прострел и на повторе показали чистый офсайд. Поэтому здесь отменили гол. Потом же через буквально минут, наверное, 10 момент был у Реала, где Бензема очень хорошим ударом, примерно метров с 20. Решил проверить Манди, но тот этот удар потащил легко. И в принципе для него не составляло труда вообще этот мяч отбить. После этого уже был, конечно же, гол, ребят, который Реал Мадрид пропустил. Что это вообще было? 27-я минута, где опять же Хаверт создает вот свой, наверное, первый такой из моментов, где попадает сегодня, кстати, два раза в перекладину Хаверт. Попал ни разу, не забив. Вот, попал в перекладину, после этого на добивание сыграл Вернер. И, конечно же, добил мяч ворота. И началось все от кого? С Канте, который начал атаку. Отдал уже на Хаверт, который развил эту атаку, пробил, попал в перекладину. Ну и Вернер уже добил по факту этот мяч в пустые ворота. Там уже не попасть, я не знаю, что нужно было бы сделать. И, кстати говоря, Вернер сегодня отыграл отличнейшую игру. Давно не видели мы, наверное, такого Вернера. Тем более, в таком важном матче он должен был бы себя показать. И он это сделал. Он действительно был хорош. И после пропущенного гола Реал, конечно же, понесся. И у Реала было владение. Реал Мадрид по тепловой карте. В принципе, видно, что практически в два раза больше касаний мяча. А у Реала, если вы увидите тепловую карту, все поймете. Но это не отражало вообще никак рисунок игры. Потому что Челси, они хоть создавали, но они создавали острее. У них классные контратаки выходили. И Челси, понятно, выходил на игру. И Тухель понимал, что нужно сейчас нам как бы не особо резвиться. Но на контратаках этот Реал ловить можно. И Тухель все правильно понял. И всю эту тему разгадал. И последний момент у Реала в этом матче, ребят, это удар Карима Бензома головой под перекладину. Где Мэнди из-под перекладины этот удар потащил. Очень хороший момент. Реал действительно в этом моменте мог забивать. Это действительно классный был момент. Увы, Реал не смог ничего забить. Во второй тайм, конечно, я ожидал чего-то лучшего. Позже уже пошли какие-то там замены. Но начало, ребят, зачался полностью. Полностью. Вот первый тайм, если вы посмотрите, да. Первый тайм. И второй, это небо и земля. Челси во втором тайме играли еще лучше, чем в первом. У них 14 ударов за матч. У Реала только 7. То есть после перерыва Реал ударил только 3 раза. Владение не поменялось. Точность передачи, успешная передача у Реала всегда топовый показатель 90%. Но это вообще никак не влияет на эту игру. Если посмотреть, вот кто действительно создавал, опять Хаверц. Перекладина, 47-ая минута. Опять Хаверц, выход 1 на 1. Не забивает. То есть Хаверц уже к 59-й минуте. Челси могли вести в счете 3-0. И в принципе закрывать матч. Челси полностью переиграл. Тухель полностью переиграл этот Реал Зидана. Которому реально нужны изменения. В которые я лично верил. Потому что я болельщик Реала. Я верю, что Реал сможет все-таки за счет вот Зидана. Который ни разу до этого момента не проигрывал в полфинале Лиги Чемпионов. Он всегда выходил в финал. Вот что интересно. И впервые такое случилось. Да, да. Все бывает. Первый раз. И для Зидана. Вот первый раз он не выигрывает. И не проходит в финале Лиги Чемпионов. Интересно, что теперь Зидану делать дальше. Ну, я думаю, что с ним будет все нормально. Если ему пообещают трансфер, то все будет окей. После этих всех незабивных мочентов у Хаверца. Я не знаю, как он там не забил. То в перекладину, то выход. Кстати, Крутуа классно тащил. Действительно, вратарь показывает довольно топовый уровень своей игры. Но вот оборона оставляет желать лучшего. И после этого эпизода уже дальше Челси понимали, что нужно добивать. Но, кстати, Челси мог и поплатиться. Потому что очень много не забивали вот этих моментов, где действительно могли. И Реал где-то почувствовал, что можно. И даже у них было небольшое давление. Они пытались нагнетать. Вышел там Асенсо. Вышли другие футболисты. Но ничего по факту не поменялось для Реала. Реал как стоял возле штрафной Челси, так и в принципе весь матч там и провели. По факту ничего не создав во втором тайме, когда нужно действительно идти забивать. Бензема хватило только на первый тайм. И, конечно же, момент опять же был еще один там уже у Канте. При контратаке втроем опять выбегали и Хаверст. Кстати, позже уже Пульшич вышел. Который и в принципе поучаствовал во втором голе. Но опять же Канте здесь тоже поучаствовал. Он мог забить сегодня. Кстати, Вернер отдал передачу, где Канте забегал с левого фланга. Ворвавший себя в штрафную. Но Куртуа опять же красавчик вытащил. После этого момента, моменты должны были быть у Реала. Но их не было, ребят. Момент был только у Челси на 85-й. Где Маунт забил свой гол. И опять же гений Канте, который перехватил этот мяч. Отдал на Пульшича. Голевая Пульшича с правого фланга. Прострел Маунт замыкает в девятку. И 2-0 здесь. Ну, какие вопросы? Вопросов нет, ребят. Челси заслуженно выходит в финал Лиги Чемпионов по игре. Потому что я наделся все-таки перед началом, что будет что-то интересное. Но Реал ничего не преподнес. А Челси действительно сыграли, как Челси Тухоля в этом сезоне. Действительно за полгода человек делает из команды финалиста Лиги Чемпионов. Где-то аналогия такая проходит. Помните, как Диматао приходил в Челси. И за полгода буквально команду принял в 1-8. Вывел в финал и выиграл этот финал Лиги Чемпионов. Но я думаю, что Ман Сити с этим будет не согласен. Давайте вкратце поговорим о матче PSG и Манчестер Сити. Потому что стримы я не проводил. А вот все равно какое-то мнение, возможно, скажу по этому матчу. Я тоже смотрел матч и Ман Сити с PSG. Конечно, это было интересно. Конечно, пассажиры сразу пошли как и Реал нагнетать. Они вроде как больше, 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 больше шли вперед. За счет Неймара, который, конечно, старался. Без МПП, который был на замене Икарди, полностью выпал с игры. То есть, да, старались буквально один тайм. Во втором, опять же, аналогия в матче Челси Реал. Где, ну, у пассажиры хоть где-то какие-то шансы еще были. В принципе, как и у Реала. Довольно похожий матч, я вам скажу. И по счету, и вообще по содержанию игры. Также пассажиры выглядел как и Реал. В принципе, где-то беспомощно. Но, в общем, и целые моменты были. Моки Неймар где-то забить. Моки Маркинис где-то забить у него моменты были. Но не сложилось. И, кстати говоря, Зинченко отыграл отличный матч в основном составе. И за первый тайм у него там просто колоссальная статистика. Действительно, очень классно отыграл Александр Зинченко. И выходит в финал Лиги Чемпионов с Ман Сити тоже заслуженно, ребят. И по игре, по всем параметрам Ман Сити реально сильнее. Сейчас за ПСЖ, который и так, в принципе, тоже, как и Челси, можно сказать, да, принял тренера посреди сезона. Но не смогли все-таки выйти в финал. Потому что попали на Ман Сити гвардиолог. Гвардиолог, который выводит свою команду в финал. И этот Ман Сити я не знаю, кто может остановить. Ребят, обязательно пишите ваше мнение, все-таки, чем закончится финал Ман Сити Челси. Ну, давайте вкратце попытаемся все-таки понять, кто фаворит финала Лиги Чемпионов. Финал Лиги Чемпионов, ребят, 2021 пройдет 29 мая. В Стамбуле, в Турции будет сыгран этот финал. Английский финал, ребята. И довольно интересно то, что, ну, наверное, где-то ожидалось, что по последним результатам полуфиналов, многие ожидали английский финал, потому что, ну, где-то посажение складывается, где-то реал. Понятно, сейчас не тот реал, который был раньше. Но в итоге мы видим тот финал, который, наверное, в этом сезоне не самый, скажем так, ожидаемый, но все равно он есть. И лично мой прогноз, я думаю, что все-таки Гвардиола сможет, ребята, сможет выиграть Лигу Чемпионов. Мне кажется, что Гвардиолы хватит сил, хватит резерва. Да, Челси будет упираться. И что интересно, у них скоро очные встречи в чемпионате Англии. Это тоже интересно, посмотреть, как они будут играть в чемпионате, а потом уже в финале, в конце мая. Это очень интересная игра, ребята. Будем, конечно, смотреть на стриме, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ну, а если ближе к этому матчу, то что же мы можем здесь увидеть? Конечно, мы можем здесь увидеть аккуратную игру, особенно со стороны Челси. Мне кажется, Челси будет играть где-то в похожую игру, как сегодня с Реалом, но все же чуть более оборонительную. Потому что, ну, Реал, это на данный момент не Манчестерсити. Мансити сейчас сильнее, чем Реал Мадрид, это видно. И Мансити реально сейчас одна из самых атакующих. Вот реально Бавария вылетела, скажем так. Пассажир вылетел, довольно атакующая команда. В принципе, остался Мансити, который вышел в финал Лиги Чемпионов. И Мансити, которая атакующая команда. И Челси, у которой очень классная организованная оборона. И команда играет очень классно в контратаках, есть суперский опорник. И то, что говорил Тухель, что Канте это человек для Лиги Чемпионов. Это человек нужен для того, чтобы выходить в финал. И он сегодня доказал матча против Реала. Канте действительно очень ключевую роль играет в этой команде под руководством Томаса Тухеля. И Ингуло Канте действительно дождался своего часа. Он наконец-то попал в финал. И посмотрим, что из этого получится. Английский финал, где фаворитом выступает Манчестер Сити, конечно. Но Челси не нужно списывать. Тухель все-таки был в прошлом году в финале. Но он его проиграл Баварии. Которая действительно в прошлом году была самая сильная в Европе. Сегодня же выглядит так, что Мансити будет на правах фаворита, а Челси на правах аутсайдера. Но не все так легко, ребята. Я думаю, будет более-менее равный матч. Возможно, будут допы. Ну, или Мансити сможет минимально обыграть Челси. Но я не думаю, что здесь будет много голу. Мне кажется, здесь пробьют тотал меньше 2.5. Потому что уж больно Челси. Аккуратная команда. И Челси, ну, ребят, мало пропускает. И этот сезон доказывает. В этом матче они не пропустили. Это уже вроде как 18 или 17 матч. Если брать за последние 26 или 27 матчей, уже точно не помню. То есть 17-18 матчей сухих у Челси. Это очень крутой показатель. И, конечно же, ну, две философии встречаются. Посмотрим, чем это закончится, ребята. Обязательно пишите свои комментарии, свои мысли. По этому финалу. Конечно, перед финалом еще запишу видос прогноз на этот финал Лиги Чемпиона. Так что не пропустите. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайк, писать свои комментарии. Ну, и, конечно, заходите на стримы, где мы всегда обсуждаем в режиме лайв все интересные матчи Европы, Чемпионата Украины и тому подобное. Всем спасибо и до новых встреч.